Известно, что девочка выстрелила в себя из пневматического ружья, которое принадлежит бабушке. После инцидента ребенка срочно госпитализировали сначала в Тотскую районную больницу, а затем перевезли в Оренбург, в детское лечебное учреждение. Сейчас девочка под наблюдением врачей. Добавим, что количество происшествий с использованием оружия в Оренбургской области выросло. Не все владельцы действительно знают, как с ним обращаться. Нарушают условия хранения и транспортировки. Только за прошлый год сотрудниками Росгвардии было выявлено более трех тысяч подобных нарушений. На руках оренбуржцев сейчас больше 70 тысяч единиц различного рода оружия. Эта цифра сопоставима с населением небольшого города. За отчетный период, я беру пять месяцев примерно, так будем считать, поступило 13, ну если говорить, округлить это, ну около 14 тысяч заявлений к нам поступило на получение государственных услуг по линии оборота оружия. Из них 11 тысяч заявлений поступило в электронной форме. Граждане указывают, да, но они сначала при подаче, при приеме, обращаем мы внимание, то есть для чего нужно это оружие. Для самообороны или для охоты. Но если для охоты, то это еще дополнительно к этому пакету документов необходим охотничий билет. Витрины оренбургских оружейных магазинов пестрят разнообразие. Для продажи такого товара есть определенные требования. И главное, надежная защита магазина. Покупка оружия и удовольствие не из дешевых. И если раньше этот товар интересовал любителей поохотиться, то сейчас, по словам продавцов, все больше тех, кто покупает его для самообороны.